Хорошо, так что... Вторая попытка, брат. Попытайся доказать, что Иисус — Бог. Хорошо? Хорошо, хорошо, хорошо. Когда индусы... Когда индусы приходят и трогают ваши ноги, и говорят, что вы — Бог, что вы им говорите? Я говорю им, что это ширк. Правильно. Это богохульство. Потому что вы хороший, потому что вы хороший человек. Вы не хотите вводить их в заблуждение. Но Иисус лучше меня. Иисус Христос, мир ему, сказал в Евангелии от Матфея, глава 19, стихи 16 и 17. Когда человек пришёл и сказал Иисусу, мир ему, «Брат, брат, прошу, послушай». Когда человек пришёл и сказал Иисусу, «Учитель благой, что сделаете мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Почему ты называешь меня благим? Никто не благ, только один Бог». Иисус слушает меня в миллион раз. В миллион раз. Поэтому Иисус, мир ему, говорит, «Почему ты называешь меня благим?» Не говоря уже о том, чтобы быть Богом. Почему ты называешь меня благим? Никто не благ, только Отец на небесах. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюдай заповеди. Понимаешь? Это то, что говорил Иисус Мирьему. Он никогда не говорил «называйте меня Богом». Хорошо. Хорошо, следующая попытка. Так что, когда Он воскрес из мёртвых, верно? Если Он воскрес из мёртвых, то есть ты говоришь, что Бог может умереть? Хорошо, да. Ты веришь, что Бог может умереть? Да. Я уже говорил тебе, как Бог может умереть? Но в чём тогда разница между мной и им? Но что... Но... Подождите, 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 подождите минуту. Смерть... Смерть — это не прекращение бытья. Смерть — это не прекращение существования. Смерть — это просто переход из одного состояния в другое состояние. Это прекращение пребывания в этом мире. Этот период заканчивается. Да, но когда ты умираешь, это конец своего пребывания в этом мире. Да, поэтому, когда ты умираешь, ты переходишь из одного состояния в другое. Так что да, Бог Иисус, когда Он умер на кресте, Он перешел из этого измерения в другое измерение. Бог? Да, Бог. Бог может переходить измерения. Бог Вечный и Всевышний, я уже говорил. Скажи, Он Аллах Единый, Аллах Самодостаточный, Он не родил и не был рожден, и нет никого равного Ему. Иисус Христос был рожден? Да. Так что Он не может быть Богом. Но это слово означает, когда мы берем это слово «рожденный», Сэр. Оно означает, я имею в виду, я имею в виду, Его на самом деле можно также перевести как «уникальный Сын Божий». Он уникальный, Он как бы другой. Каким образом уникальный Сын? Очень уникальный, да. Можешь указать мне на одно место в Библии, где говорится, что Иисус рожденный Сын Бога? Я думаю, это Иоанна, глава 1 стих... Нет, это в Иоанне, глава 3 стих 16. Да-да, но... Но это также в Иоанна, глава 1, верно? Нет, Иоанна, глава 1 не говорит об этом. Я бросаю тебе вызов. Иоанна, глава 1 не говорит о рожденном Сыне. Иоанна, глава 1 говорит, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом. Это не рожденный Сын. Если ты прочитаешь Евангелие от Иоанна, глава 3 стих 16, там говорится, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Да, я слушаю вас. Брат, я еще не закончил. Это стих, брат, из Библии короля Якова. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Но если ты прочитаешь пересмотренную стандартную версию Библии, пересмотренную учеными высочайшего уровня, подкрепленную пятидесятью различными деноминациями, они говорят, что это слово «рожденный» является интерполяцией, выдумкой и фальсификацией, и они исключили ее из Библии. «Хорошо, хорошо, сэр». Слово «рожденный», которое относится к Иисусу, встречается в Библии только один раз. И оно было выброшено из Библии как интерполяция, выдумка и фальсификация. «Хорошо, позвольте мне перейти к вашему моменту, когда индуисты пришли и поцеловали ваши ноги, верно? И они сказали, что вы Бог, а вы сказали, что нет, это чушь. Это богохульство. Это не чушь, а богохульство». «Хорошо». «Ученик Фома пришел к Иисусу, верно? Он сказал, о Бог мой». Итак, это Иоанна, глава 20, и она начинается за стиха 24. На самом деле это 28. «Фома сказал Иисусу в ответ, Господь мой и Бог мой». И Иисус сказал, ты уверовал, потому что увидел меня. Поверил во что? Господь мой и Бог мой. Иисус не сказал ему, Фома, это чушь, не называй меня Богом. Но Фома говорит Иисусу, брат, брат, Фома говорит, Господь мой и Бог мой. Тогда Иисус сказал ему, ты уверовал, потому что увидел меня, блаженно невидящие и уверовавшие. Итак, снова Иисус принимает божественность. Нет, это не так. Прочитай контекст. Ты цитируешь вне контекста. Евангелие от Яна, глава 20, ты должен начинать со стиха 25. Там говорится, что Фома хотел прикоснуться. Он сказал, я хочу прикоснуться и посмотреть, есть ли там следы от гвоздей или нет. Точно. Поэтому Иисус сказал ему, протяни руку и вложи ее в рану у меня на боку. Перестань сомневаться и уверуй. Поэтому, когда он вложил свою руку, затем он сказал, о, Бог мой. Что это значит? Например, если я скажу, о, Боже, сейчас 5 часов. Ты не скажешь, не называй меня Богом. Это восклицание. Я восклицаю его имя Бога. О, Боже, сейчас 5 часов. Поэтому ты не скажешь, нет, нет, доктор Закер, подожди, брат. Если я скажу, о, Боже, сейчас 5 часов. Разве ты скажешь, брат Закер, почему ты называешь меня Богом? Ты знаешь, что я не называю тебя Богом. Это восклицание. Так что, когда он коснулся Иисуса, мир ему, и почувствовал отпечатки гвоздей, он воскликнул «Боже мой!». Он не называет Иисуса Богом. Он вызывает к Богу. Это восклицание. Это распространённое восклицание на английском языке. Ты профессор английского языка. Если я скажу «Боже мой», это не значит, что я называю тебя Богом. Но это богохульство. Это употребление имени Бога в суе, верно? Нет, не в суе. Когда вы говорите так, предположим, если я скажу «Боже мой, сейчас пять часов». Это богохульство. Потому что вы только что произносили имя Бога как бы... как ругательство. Мы можем использовать имя Бога для хороших вещей. К примеру, «Боже мой, мне нужно идти». В чём проблема? Это не разрешено? Это нехорошо. Где говорится, что это нехорошо? Скажи мне. Ну, хорошо, хорошо. Евреи... Евреи, когда они доходят до имени Бога в Библии, они не скажут его верно. Они скажут «Хашем», имя Илия. Они верят, что это имя Бога, Яхвы, Элохим, Хашем. Но когда они доходят до этого имени, некоторые называют это переводом Яхве. Они очень осведомлены об имени Бога. Так что, когда Фома сказал «Мой Господь и мой Бог», это не похоже на «О, мой Бог». Так что... Нет, когда он коснулся его, он был удивлён. Хорошо, но ещё одно, сэр. Хорошо, но ещё одно, сэр. В любом случае, это не соответствует моему требованию. Я бросил вызов, чтобы ты указал мне на одно недвусмысленное утверждение. Это не недвусмысленное утверждение. Хорошо, позвольте, из любого места в Библии, где сам Иисус говорит, что я Бог, но здесь другие люди говорят, что он Бог, что совсем не отвечает моему вызову. Хорошо. Если ты не отвечаешь на мой вызов, тебе придётся поверить, что Иисус не Бог. Хорошо. И ещё один момент, сэр. Какое любимое прозвище было у Иисуса для себя, когда он ходил по земле? Его также называли «Сыном Человеческим». Верно, «Сын Человеческий». Сейчас я подхожу к моему моменту. Так что «Сын Человеческий» в еврейской литературе — это божественная фигура. Если вы посмотрите... Я тоже «Сын Человеческий». Да, но посмотрите... Забудь о том, что в Иудейском Писании это божественная фигура. Ты должен указать на недвусмысленное утверждение. Я тоже называю себя «Сыном Человеческим». То есть ты полагаешь, что я называю себя Богом? Брат, ты «Сын Человеческий» или нет? Ты сын мужчины и женщины, не так ли? Да. То есть ты имеешь в виду, что ты Бог? То есть ты богохульствуешь? Я скажу им побить тебя камнями. Да, но когда Иисус стоял перед первосвященником и сказал, что он «Сын Человеческий», они сказали, что он богохульствовал. Поэтому они поняли, что есть что-то уникальное в термине «Сын Человеческий». У него есть разные значения. Точно. Хорошо, сэр. Брат, ты понимаешь английский? Я говорю о недвусмысленном утверждении. Но я об «Однозначном» утверждении. Все, что ты приводишь, это двусмысленные утверждения. Ты говоришь о двусмысленном утверждении кого-то, кто говорит «Мой Бог». Разве это однозначное утверждение? Разве Иисус, мир ему, сам сказал, что я Бог? Я говорю, что я «Сын Человеческий». Ты тоже сказал, что Сын Человеческий. Ты хочешь сказать, что ты Бог? Хорошо. В Ветхом Завете... Хорошо. Так что Бог называет Себя началом и концом, верно? Это «Висайя», верно? альфа и омега по-гречески, верно? Иисус Христос в Откровении утверждает именно это. Он говорит в Откровении глава 1 стих 8, «Я есть альфа и омега, — говорит Господь Бог». Но здесь не имейте в виду... Так вот, в книге Откровения... Брат, 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 что касается альфа и омега, что он начало и конец, но у него было начало. У него было начало в хлеву. Если ты говоришь, что у него нет начала, то он родился в хлеву. Это не значит, что он начало мира. Это означает касательно закона. Во времена Моисея ему был дан закон, и он был его началом. То, чему учил Моисей, он был альфа и омега. Во времена Иисуса, мир ему, ему был дан закон, и он был альфа и омега. Во времена пророка Мухаммада, алейхиссаляту ассалям, пророк Мухаммад был альфа и омега. Это касается закона, потому что они посланники Бога. Это не значит, что он есть начало и конец. Он родился в хлеву. Как он может быть началом? Любой, кто немного знает Библию, согласится, что он не был началом. До него было много людей. Он не был началом. Но с точки зрения закона, потому что он был посланником Бога, всё, чему он учил с точки зрения закона, было альфой и омегой. Я согласен. Во времена Моисея он был альфой и омегой. Во времена пророка Мухаммада, алейхиссаратуассалам, он был альфой и омегой. Это утверждение говорит о том, что он является окончательным авторитетом. Хорошо, хорошо, сэр. Вы верите, что слова пророка и его действия, что они оба... Если пророк совершает плохие поступки, например, безнравственные, то это не хороший знак, верно? Действия пророка, его учения, его жизнь должны подтверждать его слова, верно? Итак, когда Фома пришёл и сказал Иисусу, «Господь мой и Бог мой», если Иисус не был Богом, и он не хотел, чтобы люди впадали в заблуждение, потому что Иисус знал бы, что люди услышат, как Фома сказал, «Господь мой, Бог мой». Тогда Иисус сказал бы, «Фома, не называй меня моим Богом». Что ты делаешь? Потому что Иисус знал бы, что простые люди это увидят и поймут. О, Иисус не упрекнул его за то, что он называл его «мой Бог, мой Господь». Иисус был хорошим пророком. Если бы он не был Богом, Иисус сказал бы, «Фома, не говори так, я не Бог, ты несёшь чушь». Ты уже говорил это раньше. Когда человек сказал Иисусу, «Учитель благой», Иисус, мир ему, сказал, «Почему ты называешь меня благим?» Никто не благ, только один о тесных небесах. Потому что для этого есть особый контекст. Я скажу тебе, что касается выражения «мой Бог», он понял его так же, как и ты и я. Я уже приводил тебе аналогию ранее. «О, мой Бог, я опаздываю». Ты не скажешь, почему ты называешь меня Богом. Ты подтвердил это. Так ты думаешь, что Иисус менее умён, чем ты? Иисус более умён, чем ты и я. Так что, когда ты не будешь возражать меня, почему он должен возражать? Он понял это очень ясно. Это ты неправильно его понял. Когда человек сказал, «Учитель благой», он возразил, «Почему ты называешь меня благим?» И пророк не может противоречить сам себе. Он сказал это очень ясно в Евангелии от Матфея, глава 19, стихи 16 и 17. «Почему ты называешь меня благим?» Никто не благ, только один отец на небесах. Это очень ясно. Но когда Фома говорит, «О, мой Бог», это восклицание. Он восклицает во имя Бога, а не Иисусу. Это любой может понять. Если он действительно утверждал божественность, почему он возразил этому человеку, когда он сказал ему, «Учитель благой», он мог сказать, «Да, я Бог». Ты хочешь сказать, что Иисус в мире ему вводит людей в заблуждение? Одному человеку он говорит одно, а другому другое. «Иисус, мир ему, мой пророк. Я люблю Иисуса». Если ты говоришь неправильно об Иисусе, мир ему, я злюсь. Я не верю, что Иисус Христос, мир ему, говорит одному человеку, что он Бог, а другому он говорит, что не Бог. Ты пытаешься опорочить Иисуса Христа, мир ему. Я злюсь на это. Потому что я люблю Иисуса Христа, мир ему. Я следую за Иисусом Христом больше, чем ты. Ты знаешь это? Если христианин означает человек, который следует учению Иисуса Христа, мир ему, мы, мусульмане, более христиане, чем сами христиане. Брат, ты употребляешь алкоголь? Пью ли я алкоголь? Да, немного, да. Немного. Знаешь, в Библии упоминается в книге «Послание к Ефесянам», глава 5 стих 18, «Не упивайтесь вином». И это упоминается в притчах, глава 20 стих 1, что вино глумливо. Правильно? Да. Иисус Христос, мир ему, сказал в Евангелии от Матфея, глава 5 стих 7 по 18, «Если вы нарушите один закон или титул закона, вы не войдете в рай». Правильно? Верно. Итак, ты употребляешь алкоголь, а я нет. Я следую Иисусу Христу больше, чем ты. Брат, ты употребляешь свинину? Да. Немного, а много свинина. Это упоминается в книге «Левит», глава 11 стих 7 и 8, и в книге «Второзаконие», глава 14 стих 8, и в книге «Есайя», глава 65 стих 2 по 5, что ты не должен употреблять свинину. Я не употребляю свинину, а ты употребляешь свинину. Если христианин означает человека, который следует учению Иисуса Христа, мир ему, мы, мусульмане, более христиане, чем сами христиане. Брат, ты обрезан? Нет. Нет. Иисус, мир ему, в Евангелии от Луки был обрезан на восьмой день. Ты говоришь «нет, нет, нет, нет». Я следую Иисусу больше, чем ты. Итак, если христианин — это человек, который следует учению Иисуса Христа, мир ему, мы, мусульмане, больше христиане, чем сами христиане. Но Иисус Христос Мариму также сказал в Евангелии от Иоанна, глава 16, стихи с 12 по 14. «Ещё много имею сказать вам, но сейчас вы не сможете понять. Когда же придёт Он, Дух истины, то расскажет вам всю истину. Он не о тебя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня». Здесь Иисус Мариму говорит о приходе пророка Мухаммада, алихиссаляту вассалям. «Ты веришь, что пророк Мухаммад посланник Бога?» «Нет, цир, я не верю». «А я верю». «Я больше следую учению Иисуса Мариму, чем ты». «Потому что я люблю Иисуса Мариму». Ты не любишь Его, ты идёшь против Него. Он говорит тебе, что даже если ты нарушишь одну йоту закона, ты не войдёшь в рай. «Брат, ты хочешь попасть в рай?» «Да, я хочу». «Так почему же ты нарушаешь закон Иисуса Мариму?» «Так что вот что ты забываешь. Забудь то, что отличается между Кораном и Библией. По крайней мере, давай следовать тому, что совпадает. Библия говорит, не ешьте свинину, Коран говорит, не ешьте свинину. Библия говорит, не употребляйте алкоголь, Коран говорит, не употребляйте алкоголь. Библия говорит «обрезайтесь», в хадисе говорится «обрезайтесь». Так что давай, по крайней мере, согласимся с тем, что совпадает. Ты говоришь о Писании, ты говоришь о Библии. Так почему же ты не следуешь своей Библии? Укажи мне хоть на один стих в Коране, которому я не следую, и я начну следовать этому стиху. Один стих. Голова такая-то, стих такой-то. Я верю, что я следую Корану. Может быть, я могу делать что-то неправильно. Укажи на один стих, скажи, доктор Закер, Коран говоришь в такой-то главе, стих такой-то. Говорится то-то и то-то. Так что прекратите, и я прекращу это. Или делайте, и я сделаю это. Потому что я верю, что Коран — это слово Бога. Я воплощаю это в жизни. Ты же не следуешь Библии. Ты не веришь в пришествие пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, Духа истины. Ты не веришь, что есть один Бог. Ты ешь свинину, ты пьешь алкоголь. Это означает, что твоя любовь к Иисусу не настолько сильна, чтобы ты мог отказаться от алкоголя ради Него. Ты не любишь Иисуса настолько, что ты можешь отказаться от свинины. Какая это любовь? Угожи мне на что-либо, что сказал мой любимый пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям. И я скажу, я уверовал, я слушаюсь и повинуюсь. Потому что я люблю своего пророка. Братья и сёстры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Ну, на самом деле, я верю в одного Бога. Просто одного Бога, существующего в трёх лицах. В трёх лицах? В трёх отдельных лицах. Ты говоришь о тройце? Да, позвольте мне сначала прочитать это. Подожди, подожди. Тройца? Да, это верно. Покажи мне, где это в Библии? Слово «тройца» не существует в Библии. Это верно, там нет тройца. Слово «тройца» не существует в Библии. Это правда. Но оно существует в Коране. Ты знаешь это? Да, я знаю. Ты знаешь? В Коране говорится «не говорите тройца». Это верно. Сура Аниса, глава 4, Яс 81. «Не говорите тройца». Прекратите, ведь так будет лучше для вас. Воистину, Аллах является единственным Богом. Верно. Также слово «тройца» не существует в Библии. Но позвольте мне прочитать это. Вы сказали, я имею в виду, что это в Ветхом Завете, верно? Это то, откуда христиане берут тройцу и другие места. Но это одно из них. Это Исаия, глава 9, и это стих 6. Брат, я дам тебе шанс. Хорошо. Знаешь, мы уже говорим в течение получаса. Ты еще не привел ни одного недосмысленного утверждения из Библии, где Иисус, мир ему, сам говорит, что он Бог, или «поклоняйтесь мне». Ты готов принять, что Иисус не Бог, а посланник Бога, прежде чем мы перейдем к теме троице? Могу я прочитать вам один стих? Всего один. После этого стиха ты признаешь, что Иисус не был Богом? Нет. Ты не хочешь верить, что Иисус не Бог. Ты не хочешь следовать за Ним. Какой ты христианин? Но послушайте, позвольте... Нет-нет-нет, я хочу знать. Ты говоришь, что Иисус Бог. Да. Я говорю, что Он не Бог. Но все же ты не следуешь Его учению. Я же следую Его учению. Да. Кто любит Иисуса больше, ты или я? Кто последователь Иисуса Христа? Давай будем честны. Давай будем честны. Кто следует Иисусу Христу, мир ему больше? Ну, я верю, что Он Бог. Я верю, что Он думал, что Он Бог. Хорошо. Но Он не говорил, что Он Бог. Он сказал, не называй меня благим. И все же ты веришь, что Он Бог. Если кто-то верит, что я Бог, означает ли это, что Он любит меня? Он предает меня. К примеру, индуист, который меня называет Богом. Иисус сказал, что никто не благ, кроме одного Бога, верно? Да, кроме одного Отца на небесах. Отец на небесах. Верно, верно. Так Авраам был благим? В этом контексте, согласно Иисусу Христу, мир ему, есть только один благой. Верно. Итак, Иисус сказал, что абсолютное благо — это только один Бог. Итак, в этом стихе есть большой контекст. Там много всего, но это стих в... Я не спрашиваю тебя об этом. Веришь ты, что Он Бог или посланник? Почему ты не следуешь Его учениям? Ну, я верю, что Он пророк и Бог, и то, и другое. Но почему ты не следуешь Его учениям? Ну, я пытаюсь, я пытаюсь. Я пытаюсь следовать Его учениям. Ты не следуешь даже простым учениям. Это значит, что ты любишь свинину больше, чем Иисуса. Ты любишь алкоголь больше, чем Иисуса. Какой же ты христианин? Почему бы тебе тогда не перейти на мою сторону? Я лучше христианин, чем ты. Ну, может быть, так и есть. Это может быть правдой. Да, но в этом случае я пойду в рай, а ты не пойдешь. Я люблю тебя, брат. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты пошел со мной в рай. Ну, сэр, позвольте мне задать один вопрос. Откуда вы знаете, что вы войдете в рай? Откуда вы знаете? Потому что это обещание Аллаха в Коране. Если я буду следовать Писанию, если я буду следовать Слову Божьему, я войду в рай. Если вы умрете сегодня, сэр, не дай бог. Но если вы умрете сегодня, вы попадете на небеса? Иншааллах. По воле Аллаха. Вы не знаете, вы не знаете. Я говорю, иншааллах. Вы не знаете, я же знаю. Если я умру сегодня, я знаю, что я попаду на небеса. Я знаю. Я знаю, что я попаду. Почему? Потому что я знаю, что Иисус умер на кресте за мои грехи. Поэтому я могу сказать Богу, твой сын взял все мое наказание. Я могу быть уверен. У Бога нет сына. Ты принижаешь Бога, говоря, что у Бога есть сын. У моего Бога нет сына. Он не родил. Мой Бог самодостаточный. Ему не нужен сын. Твой Бог и мой Бог одно и то же. Ты принижаешь Бога. И почему Бог должен убить своего сына ради тебя и меня? Это глупо. Потому что он любит вас. Он любит вас. Представь себе владельца компании, и он говорит своим подчиненным, «Ладно, теперь я убью своего сына за вас всех, чтобы вы им смогли получить повышение». Хотя он просто может дать им повышение. То есть ты веришь, что Бог убил своего сына, хотя он может просто простить тебя и отправить в рай? Это глупо. Ты видел, чтобы какой-нибудь хозяин компании говорил такое? «Бог не глупый. Ты делаешь Бога глупцом». Нет, но... Это глупо, что Бог убивает своего сына и говорит тебе, чтобы ты поверил, что он умер за твои грехи. Если он может просто простить, зачем ему убивать своего сына? Но я повторяю, у Бога нет сына. И зачем ему убивать своего сына? Коран Гавриль, Сюрри Ан-Ниса, глава 4, аят 40. Аллах не совершает несправедливости даже весом в мельчайшую частицу. То есть ты говоришь, что Бог настолько несправедлив, что Он убивает Своего невидного Сына? Но, сэр, вы верите, что Бог гневается на грех? Бог? Я говорю тебе, что Бог не совершает несправедливости. Нет-нет, гневается, гневается. Брат, во-первых, ты перескакиваешь с темы на тему. Так мы можем продолжать всю ночь. Какой в этом смысл? Ты еще не доказал, что Иисус Бог. И ты сказал мне, что если ты не сможешь доказать, ты поверишь, что Он не Бог. Могу ли я тогда прочитать стих из Ветхого Завета? Это докажет, что Иисус Бог. Если я смогу прочитать этот стих... А что, если это не докажет? Ты поверишь, что Иисус не Бог? Что? Если это не докажет... Хорошо, хорошо. Если у тебя слепая вера... Если ты слепо веришь, зачем ты тратишь мое время? Если кто-то настаивает, что 2 плюс 2 — это 5, и говорит, хоть сколько доказывает мне, что это не так, я все равно буду верить, что 2 плюс 2 — это 5, тогда зачем мне тратить свое время? Есть другие люди, которые ожидают свою очередь. «Я был очень добр к тебе, брат. Разве я не был добр к тебе?» Один стих, всего один стих. И если это не докажет, что Иисус Бог, то я поверю, что Он не Бог. Хорошо. Итак, это Исайя, глава 6, извините, это глава 9, стих 6. Там говорится следующее. Опять же, это говорит не Иисус. Хорошо, это пророк Исайя. Но это пророк Исайя. Он говорит, когда родится ребенок, Богом данный нам Сын, который станет повыдырем и назовут его чудотворный советник, Бог Всемогущий, Вечный Отец, Князь Мира. Это дитя, этот сын наречется Богом Всемогущим, говорит Исайя. Где сказано, что это Иисус? Где это сказано? Сын, который родится. Я уже много раз повторял. Я хочу недвусмысленные утверждения из Библии, где Иисус Христос, мир ему, сам говорит. Это же не слова Иисуса. Исайя — это не Иисус. Ты даже не знаешь свою Библию. Слова Исайя не могут быть словами Иисуса, мир ему. Но он пророк. Но разве это слова Иисуса? Это слова Бога. И Исайя говорит, родится сын. Брат, во всей Библии Иисус, мир ему, как минимум, говорил несколько страниц. Его слова написаны красными буквами. Ты знаешь о таком? Да. Слова с красными буквами. Если ты поместишь их в одно место, это займет одну или две страницы газеты. Правильно? Я хочу, чтобы ты процитировал оттуда. Потому что это слова Иисуса. Разве я не говорил тебе, что я верю в Инджил, данный Иисусу? Я не верю в Инджил Исайя. Я верю в Инджил Иисуса. Но теперь ты снова не смог мне привести его слова. Извините, извините, извините. Я молю Бога, чтобы Он дал тебе руководство и устранил слепую веру, которая у тебя есть. Я молю Бога о том же отда вас. Да, помолись Богу, настоящему Богу, не Иисусу. Во имя Иисуса. Не Иисусу. Иисус никогда не говорил, что Он Бог. Поэтому ты молишься ложному Богу. Не молись ложному Богу за меня. Молись истинному Богу, хорошо? И давай перейдем к общему мнению. Ты даже не следуешь своему слову Божьему. Ты не способен оставить свинину, алкоголь, ты не обрезан. И ты не следуешь словам Иисуса, где Он подтверждает, что Он не Бог. Но ты веришь, что Он Бог. Ты в стольких вещах не следуешь повелениям Бога. Но все же хочешь помолиться Богу за меня. Если ты пойдешь против Бога, будет ли Бог слушать тебя? Нет. Поэтому, по крайней мере, надеюсь, что Бог послушает меня. Я молю, чтобы Он дал тебе руководство, чтобы ты поверил в истинного Бога и пришел к правильной партии. Брат, ты профессор английского языка, и я думал, что ты сдержишь свое слово. Мне жаль, но ты не смог доказать, что Иисус – Бог, и ты даже не смог сдержать свое слово. Но я молю Аллаха, чтобы Он дал тебе мужество. Пусть всемогущий Бог даст тебе мужество принять истину. Спасибо, что вы слышали меня. Ассаляму алейкум, братья и сестры. Сегодня большая доля бизнеса переходит в онлайн. И все больше людей переквалифицируется на заработок в интернете. Поэтому наши братья составили прекрасный курс, где они пошагово объясняют и отвечают на вопросы, как начать зарабатывать в интернете. По сути, они возьмут вас за руку и научат, как делать первые шаги в этой сфере. Как торговать на Вайлберрис, Озон и других площадках. Они научат вас, как зарабатывать 50-100 тысяч рублей в месяц. Они будут отвечать на ваши возникшие вопросы. И также вы сможете общаться с другими братьями, которые уже прошли определенные шаги. И, конечно, этот курс не бесплатный, потому что любой труд должен быть оплачен. Но он стоит очень дешево по сравнению с другими. Всего полторы тысячи рублей в месяц. По сути, вы познакомитесь с людьми, нашими братьями по вере, у которых вы будете учиться, обмениваться опытом и прогрессировать по воле Аллаха. Этот курс подходит как для братьев, так и для сестер. Есть отдельная ссылка для сестер и отдельная ссылка для братьев. Сестры, переходите по ссылке для женщин, а братья, переходите по ссылке для мужчин. И помните, братья и сестры, вы должны прилагать усилия, чтобы добиться успеха. Это закон, который Аллах установил в этом мире. Пусть Аллах облегчит ваши начинания. Ссылку я оставлю в закрепленном комментарии.